Гордыня, то есть это когда ты презираешь других и ставишь себя выше других, потому что ты успешный, а другие нет. Ну это просто, надо взять, положить перед собой картинку черепа. Череп это символ всего приходящего, потому что успех тоже может уйти. С вами может случиться все что угодно. Когда люди издеваются и не хотят общаться с людьми на колясках или с инвалидами, имейте в виду. С вами может случиться все что угодно. И сегодня вы на коне, а завтра вы под конем. И не дай бог, если никто вам не протянет руку. Вот так вот гордыня постепенно уходит. И есть один только фактор. Если вы хотите стабильности, то вы упадете на дно и оттуда не выкарабкаетесь, потому что время другое. Поэтому бояться перемен, все равно что бояться жить. Если вы хотите умереть, тогда бойтесь перемен и желайте стабильности. И вы точно погибнете. Если вы полюбите перемены, вы будете жить дальше и понесетесь к своему успеху. Когда на тебя сваливаются большие деньги, если они случайные, как ими правильно распорядиться, потому что чаще всего они улетают с такой же скоростью. И второе, если деньги постоянно поступают большие, как не возгордиться и не начать себя вести неадекватно, потому что действительно проверка деньгами не такая сложная, как славы. Вот медные трубы мало кто проходит. Но оставаться человеком, я знаю, например, одну семью, которые были бедными, и все гости у них торчали с утра до вечера дома. Когда они стали богатыми, они стали считать, кто сколько съел. Понимаете, да? Это ваша... Ну, обратная связь. Обратная связь. Самая ирония. Обратная связь. Еще раз. Череп. Все приходящее. Сегодня у тебя большие деньги, завтра их можешь потерять. И тебе нужны нормальные люди вокруг, а не те, которые с тобой общаются только потому, что у тебя большие деньги. Нужно отделять и лезть, и прагматизм твоих связей от реальных людей, которые, может быть, намного беднее, чем ты, но несут огромные ценности. Я слезала с лошади, когда она сдохла. Это прежде всего касается моей политической деятельности. Я поняла, что лошадь сдохла, и последние события, по-моему, показывают это очень ярко, что на этой лошади уже никуда не доскакать. Поэтому нужно все перепробовать, все перепробовать, что в ваших силах, если вы очень хотите доскакать до цели. Но если все, что вы перепробовали, провалилось не потому, что вы себя вели непрофессионально, а потому что обстоятельства вокруг так сложились, в этом случае нужно слезть с лошади и оставить ее в покое. Не констатировать, что она сдохла, а просто если под лошадью мы подразумеваем свое эго, то проверкой является эго. Если даже ваше эго устало и уже нет сил преодолевать все обстоятельства, которые от вас не зависят, вспоминайте, да, меня, да, президентская компания, все, я поняла, что больше обстоятельств от меня не зависят, я ничего изменить не смогу. В этот момент лошадь вы отпускаете, пусть она гуляет куда хочет, а вы идете своим путем пешком. А может быть, вы найдете другую лошадку. Чем вы взрослее, тем меньше шансов, что они могут появиться, потому что молодыми мы доверяем людям и мы более восторжены. Чем больше опыт за плечами, тем меньше доверия к людям, тем более такого понятия, как друзья. Поэтому если у вас с возрастом останется один друг, это уже хорошо. Я предпочитаю все-таки не думать бесконечно о мужчинах и кого-то искать. Конечно, я вкладываюсь всегда в себя, но при этом сексуальность должна быть открытой. Он придет сам, мужчина этот, не ищите его. То есть развитый внутренний мир и при этом открытая сексуальность. Открытая это не значит навязчивая, это не значит вульгарная, это значит сексуальная энергия у вас есть. Вы ее не придавили своим бесконечным саморазвитием. Прочитайте Льва Николаевича Толстого «Война и мир» от страницы до страницы серьезной. И по-честному. Все. Можно еще Евгения Онегина себя изнасиловать и прочитать. Все. Личность. Это большая работа. Вдумчиво и серьезно прочитать таких классиков русской культуры мировых, как Толстой и Пушкин. Когда он разрывается от боли, ничего не поможет. Нужно просто отвлечься. Не на спиртное, не на наркоту. Потому что это временное облегчение, а потом будет депрессняк еще больше. Уйдите там, в искусство. Когда сердце болит, нужно сердце заполнить искусством. Оно единственное, что излечивает душу человека. Любимую музыку, любимое кино, любимую литературу. Если такой нет привычки, то я вам сочувствую. Потому что человек, который не вовлечен в искусство, он, конечно, с болью душевно исправляется очень плохо. Ну, в крайнем случае, охота, спорт, путешествия, вот такие вещи помогут. Приключения других людей. График расписываете, живете на минимуме, ограничивая себя во всем, ставите себе сроки и большую часть денег, даже иногда чуть-чуть, как бы не доедая, тратите на то, чтобы погасить кредиты, и после этого не берете никогда и ничего. График составляете, небыстрый, но четкий и дисциплинированно, жестко выплачиваете, выплачиваете. Забыли про новые кроссовки, забыли про новые джинсы, забыли про дорогую машину. Если она есть, продали, все, что можно, дорогое продали, живем скромно и расплачиваемся. Тогда, может быть, придете себе. Ну, близкими друзей, я считаю, по большому счету, глубоких таких, которые вот и есть, я только в другом воплощении, их нет. Близкими 2-3 человека. Общение огромное, людей, которые я симпатизирую, дикое количество, они все разные, но каждый несет что-то интересное для меня. Часть всего это все молодежь, и мне с ними очень интересно, но я ни в коем случае не рассматриваю их как людей, на которых я могу положиться в трудную минуту. Я рассчитываю только на себя. Личной моей музой является, то есть, что меня вдохновляет, по большому счету, это, конечно, это звучит пафосно, но вообще это версия меня. То есть, как только я понимаю свою версию на данный момент жизни, и понимаю, в чем, как бы, прикол этой жизни сейчас на Земле, это очень сложно это понять. И когда я дозреваю до этого состояния, в этот момент я сама себе становлюсь музыкой. Ребята, не бойтесь начинать жизнь сначала, только имейте в виду, что для того, чтобы начать... Полное интервью смотрите в нашем телеграм-канале, ссылка на него под видео в описании, либо же в закрепленном комментарии.